По ходатайству руководства Украины в начале 90-х годов прошлого столетия мандат с деятельностью УВКБ была включена и крымско-катарская проблематика. То есть проблемы крымско-катарского народа, возвращающегося из мест депортации на свою историческую родину. А проблем у них, как правовых, так и социальных, было, конечно, очень много. И надо сказать, что помощь представительству УВКБ ООН в Украине во главе с венгерским дипломатом Йозефом Дьорке была довольно большим. Эта помощь значительно интенсифицировалась после визита в сентябре 1997 года в Крым верховным комиссаром ООН по миламбеженцам Садаке Агата, которая лично вместе со мной объезжала самострои и места компактного проживания крымско-катар, беседовала с ними и непосредственно ознакомилась с их положением. При содействии УВКБ ООН и Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств в 1997 году были внесены необходимые поправки в закон про гражданство Украины, в результате чего практически все прибывшие в Крым, около 250 тысяч крымских татар, смогли восстановить свое украинское гражданство. Более 4 тысяч крымских татар при финансовой поддержке УВКБ ООН смогли получить жилье или улучшить свои жилищные условия. Значительную поддержку оказывал УВКБ ООН и восстановление системы образования на крымско-катарском поддоне УВКБ. Стосовно от премии Нансена, я не спрашиваю, это было очень важным и значительным таким событием, как для меня лично, так и для всего крымско-катарского народа в целом. Ведь пророссийские власти и автономии, так же как и широко распространяемые в Крыму российские средства информации, категорически отказывались признавать негативность межлица крымско-катарского народа, не данного демократическим путем. Называли его экстремистской организацией, которая стремится в Крыму, вот, вот, к сожалению, 2-ю Чечни или 2-ю Косово. А тут столь высокая структура ООН присуждает председателю этого межлица свою высшую награду, причем это была первая награда УВКБ ООН гражданина Украины. Так сложилось, что все свое детство, юность и значительную часть сознательной жизни мне довелось провести ни у себя дома, ни у себя народу. После депортации крымско-катарского народа в мае 1944 года наша семья попала в Узбекистан, где мы, как и все депортированные, жили в обстановке постоянной дискриминации и бесправии. Много лет я прожил в Ташкенте, но этот город у меня все время ассоциируется с подвалами КГБ и Ташкентской тюрьмой, куда меня доставляли после каждого очередного ареста по обвинению в альсоэтизме. А после осуждения отправлялись сперва в лагеря на территорию Узбекистана, а потом и в дальние лагеря Сибири, Дальнего Востока, Якутии. Последний трехлетний срок отбывал на Колыме и был освобожден из багаданской тюрьмы в октябре 1986 года. Но у меня, так же, как и у подавляющего большинства моих соотечественников, понятие «родина» всегда связывалось только с Крымом. И неважно, в каком его городе или поселке. Удалось вернуться в Крым только весной 1989 года. Поскольку практически все чиновники в Крыму снизу до верху были явными противниками возвращения крымских татар, то жизнь у них там, конечно, была небезумночной. Была постоянной борьбой за отстаивание своих элементарных прав. Тем не менее, пользуясь демократическими правами уже независимой Украины, а также при поддержке международных структур, в том числе и представительства УКБ ООН, нам удавалось шаг за шагом отстаивать свои права. Этот процесс был прерван новой оккупацией Крыма в России в феврале 2014 года. Они запретили мне въезд на территорию Крыма и жить в своем доме Бахчисарае сроком на 5 лет по обвинению в посягательстве на территориальной целостность Российской Федерации. То есть за то, что я отказался признавать законность оккупации Крыма. После истечения этого пятилетнего срока они продлили этот запрет еще на 15 лет, до апреля 1934 года. Они, конечно же, прекрасно понимают, что до этой даты я вряд ли доживу, но основная их цель тут, в соответствии с своим законодательством, не допустить моих похорон на территории Крыма. Но я уверен, что смогу живым или мертвым все же вернуться на Крымский полуостров.